привет мои друзья другие подруги очень раз вас приветствует на своем канале вторая жизнь комнатных растений 4 наверно пятница который спровожу с вами и показываю что у меня есть наличие дома а что у меня дома есть ну подоконники окна подоконники комнаты 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 стены стены я пытаюсь это как-то организовать немножко видеоролики чтобы не такие они длинные были были и кратко показать что у меня растет вот здесь у меня в ведре вот в этом ведре растет монстера деликатесная я видео выставлял как я их размножал на воде переводил их на керамзит вот до сих пор все на керамзите очень долго адаптировались очень долго чего-то они росли я их посадил в обычное ведро а кстати могу вытащить в обычное ведро какие-то листья болели что-то там происходило вот ведь тут больной листик но я его не снимаю ну и в результате наконец-таки у меня пошли листья по сорту ура аллилуйя 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 листья пошли по сорту корешки я который вылазит я их запихиваю туда направляю во внутрь развернул поставил напольная кашпат сюда на подоконник зимой чтобы побольше было света ему вот эти листья меня уже вот вдохновляет что наконец-таки я думаю что пока в ведро хоть и большой я вот только всего лишь пытался половина загрузить в результате загрузил почти керамзитом и он наверное очень долго и очень много наращивал корневой системы насколько вы знаете монстеры на раз наращивают корневую систему в первую очередь а потом они уже на лист на наращивают и и листья раз у меня вести стал выплевывать вот такие классные значит я дождался того момента кстати я поставлю такую уличную опору нету случайно пришла идею сейчас расскажу чтобы вот такие тяжелые большие листья поднимались и придерживала хорошо так рядышком у меня стоит здесь опять же бедро опять же напольное кашпат я сюда поставил чтобы для того чтобы было больше света я сделал посадку в красное красивое ведерко кашпат я его разбил представляете и я бегал волосы по ветру что же делать что же делать выход прост я взял обычное ведро купленное в магазине за 100 рублей а вот купленная за 100 рублей и пересадил сюда monkey mask и ради да фло ради да фруха как-то так называется вот они у меня правда пока призничали совсем немножко и что я делаю я вставил вот этот большой уличный для кустов цветов как называется держалка забыл как называется и подвязываю по кругу вот прям верчу-верчу по кругу я не позволяю ему подниматься показ самый верх на самый верх аккуратно не сломать ничего держишься молодец и вот так по кругу по кругу заворачиваю подвязываем хочу чтобы это было как основа вот так вот низко низко друг другу по кругу по кругу чтобы такое было не знаю водопад красивой резной зелени вот думаю что следующий следующий мы летом уже будет прям богачество так в этом году я приобрел себе монстеру альба посадил не могу вспомнить а посадки я вам же видеоролик не выставлял потому что жду от него результатов а результат он не дает мне дают листики красивые листики ведь какие рисунки всякие разные красивые он не дает это красивую листву но еще не режет хотя мне сказали ой все она уже всего пятый листик бросила ничего у тебя не будет девчонки какие вы добрые я не могу почему не будем ну почему не будет резные ну вот мне сказать что это будет резные листики иначе будем ждать вот корешки растут я их также направляю горшочек горшочек очень удачно я купил я сейчас буду подкупать эти горшочки мне понравилось для монстера вообще вот самый раз палочку ему подставил чтобы он держался ему здесь очень понравилось освещение ему достаточно ему очень все понравилось это я купил вам показывал вот такие огрызки у моей соседки тут рядышком недалеко раз два три 4 4 вот таких огрызка из этих четырех огрызка фото мне что выросла на пассивной гидропоники на чистом керамзите думаю растет и растет и хорошо поднимается поднимается правда у меня здесь дырка образовалась почему я не помню почему здесь дырка образовался каким образом вот когда они поднимутся на следующий год весной я их чик-чирик и сюда же досажу чтобы у меня прям густая шапка была вот из этих дефимбахи я не знаю какая-то именно дефим дефимбахи она симпатичная кстати видите как и у меня нравится растет у меня раньше были вот такие кони вот вот прям я не знаю но больше двух метров моя ошибка была в том что я их не подрезал вовремя а эти растения нужно обязательно подрезать в обувь вовремя потому что у них оголяется вот эти стволы голый ствол там пальма растет надо сносить на прочим и башки и вот чтобы они были такие невысокие вот такие густенькие тоже стоит пусть есть не знаю подоконники у меня все огромные окна видите высоту там по 3 метра не знаю сколько по два с половиной метра не знаю как они все будут зимовать что с этим делать не знаю я но я буду следить за этим так что у меня так я единственно что с места на место иногда переношу растение здесь у меня афиландрон малой гол растет потихонечку растет 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 тут же у меня я недавно с вами из керамзита вытаскивал накручивал на эту опору стендапсус золотист или какой-то какой-то он у меня психанул сбросил половина листьев но все равно молодец психанул потом передумал дальше психовать думаю что у нас сегодня окей есть у меня филадендрон это кто у меня конго реды вот такой филандендрон сдайте он мне то болел то что ты не так было тут смотрю раз листик выпустил листик выпустил нарядники думаю ну ладно молодец значит скоро его нужно какие горшки холодным он дорогая прям холодный горшок еще нормально вот значит у нас все будет хорошо пересажу его чуть попозже через пару месяцев пусть хоть немножко поднимется как-то закрупнится надо ему палочку сюда пока на пару месяцев поставить а вот моя неудача но никак не получу ничего мне с ним не получается это филадендрон милан милана хризу как-то так по-моему был такой большой листик в результате я его полил он не сказал мы зря ты меня полил или перелил что мне не получается ничего не знаю лысая палубе веточка бьется бьется вот ну что хотя вот у многих такой он красивый не знаю черный с ним получится можешь придется переукоренять это филадендрон скандекс водичка бьется вот смотрите как он он попсиховал тоже немножко я же его на опору вот это закручивал меня теперь новая фишка я теперь вот все на эти опоры ставлю все эти скандекс и но ничего всех прошел он успокоился перестал мне вскидывать листики молодец это перу и прям марбл планет или перу начал расти активного на него смотрите нет пошла в рост так я думаю что если он уже пустил эту штучку вверх когда ему тоже такой же ограничитель надо поставить и его крутить по кругу листья у него классные большие вот это кстати ожог я его поставил с сентября месяца на подоконник он так обжег мне листики а так конечно роскошное замечательное растение я вам уже выставил посадку пересадку все рассказывала что посадил что я сделал что поделал и у меня даже одна детка все-таки растет от него это моя неудача филадендрон ред кинг я его изначально принес домой хотел сделать красивое видео у меня не получилось красивое видео я его вытряхнул сразу бросил на и на пассивно гидропонику на керамзит и он у меня сказал да я не хочу так жить как ты вот не предлагаешь девчонки еле-еле душа в теле у него я его не потерял вот новый лист разворачивается слава богу тут какая-то розовая варигатность у него и детка вот растет судя как не вырастет короче это моя неудача не неудачная удача вот так скажем я сделал неправильное неправильное решение неправильную посадку выбрал ему филадендрон и можно только сажать на пассивную гидропонику когда вы корни выпускаете с нуля на воде дубль номер два то же самое я сделал я их принес четыре штуки филадендрона и 4 филадендрона я чуть не убил это у меня филадендрон империал реды с такими большими крупными листьями то же самое неправильная посадка то же самое чуть ли не потерял слава богу я его не потерял он живой он не тут начал выстреливать листики мы с ним угомонились уговорились и следующем году я надеюсь вам уже покажу нормально полноценное растение с листьями по сорту тоже все корни сгнили он короче как обычно так империал ред я его вам не показывал видеороликах потому что ну чё я там покажу что я чуть не убил растения филадендрон тортум видеоролик я вам тоже не показывал что-то не хочет он не расти как-то нет он забавно интересно но никак не с ним не получается чтобы он рос как-то хорошо а вчера я подвязывал палку она упала мне вывалилась я тут начал шурудить все это представляете оторвал от него целый кусок ствола рома руки-крюки что такое я поставил корешок стволик на водичку сейчас выпущу корешки и сюда же посажу чтобы он густенький был потому что сам по себе тортом растет такой с длинными вот этими ветками в разные стороны он как полу лысы знаете я хочу что все таки он густенький был и изначально планировал что он будет густенький так что так девчули пока похвастаться нечем вот он есть у меня есть но похвастаться нечем интересное растение и забавное интересное растение перейдем в другую сторону хорошо а в этом углу у меня возле телевизора стоит цеперус огромный как он какой он классный я в прошлом году сажал вам показывал три куста один лучше другого на втором этаже у меня есть тоже куст его хоть и пытался код сайт прям вот конкретно и не получилось не удалось его восстановить он восстановился все хорошо позвольте как-нибудь двину куда-нибудь проскочу проскочу подготовил тут для вас видеоролик вот недавно девчонки это филодендрон оранжевый принц или оранжевая принцесса или orange принцесс короче какой-то принц или принцесса оранжевый то же самое друзья неправильно неправильная задумка ошибка при посадке была но я посадил его на керамзит он у меня сразу сдулся я долго извинялся ему грунт поменял вот ролик я вам выставлю покажу все закончил все нормально он у меня растет выплевывает листья все листья по сорту делает все хорошо не удалось его восстановить я растение не потерял вот растем думаю что перспективы у нас есть все будет хорошо оранж принцесс это у меня в прошлом году летом купил в продуктовом магазине какой-то вот такой маленький вот такой кустик не помню вот не помню красивый симпатичный его девочки любят ему так у меня понравилось и он такой джон 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 так густится так хорошо растет я даже сам от него не ожидал что он так превратится быстро в красивых лебедей блин да что ж такое настолько простое название я вам красавица такой я его посадил не поверите в грунт для своих папоротников это чипсы моксфагнум чипсы сосновой коры чипсы кокосовые и здесь наверное 1 4 часть еще керамзита вот вот пожалуйста растет все ему нравится так а это очередные подарочки от моей соседки герань розовые красные фиолетовые у меня по всему дому очень много герания но их же приносят каждый год дают мне что-то вот я на днях собрал много стаканчиков и отсюда их засунул один пусть думают зимует здесь гераньки пахнет геранью тем более с этими гераньками ничего планировать не собирался потому что некоторые гераньки я пытаюсь вырастить деревца сделать нам по их покажу покажу ну вот друзья мне удалось осилить очередную зону со своими цветочками вкратце рассказать что у меня есть вас ожидает еще такая же большая зона подоконник тоже там чего только нет а у меня же еще зона стены с папоротниками друзья каждую неделю вас в пятницу ждет вот под чашечку кофе вот такой видеоролик пишите ваши комментарии что вы про это думаете кстати про филадендрон меланахризм дайте какой-нибудь совет может быть что-то я не так делаю может быть мне нужно что-то переформатировать его не получается у меня с ним вот поэтому до новых встреч берегите себя и своих близких всем пока